Добрый день! Информационная служба телерадо-компании Гомель протягивает свою работу в эфире. У студии для вас працует Евген Пабалавец. Для 150 тысяч школьников в Гомельской области сегодня начался новый учебный год. Свои двери отшинили больше 500 научных установ. Святошные урочистости прошли и в Рогачеве, где после реконструкции открылась третья середняя школа. Масштабный капитальный ремонт установы проходил на протягу этого года, хоть основные работы были выполнены под час летних каникул. Больше 10 миллиардов недоминованных рублей, выдаткованных с бюджета, накировали на ремонт даху, замену ваконных блоков, ремонт в учебных кабинетах и доброупорядкование территорий. На прошлый год, имя Гомельского облаконкам, в школе уручено обсталявание для компьютерного класса. Удосконаливание адвокационного процесса, потребование часу. Прочим, выполнять эту задачу меркуется одразу по некоторых накерунках. Это самая главная задача для нас. Задача совершенствования учебно-воспитательного процесса в школах, снижения заболеваемости детей в детских и дошкольных учреждениях и поддержания хорошей материно-технической базы, которая достигла сегодня Гомельская область. Мы надеемся, что эти задачи будут выполнены в предстоящем учебном году. Есть современные технологии, это и интерактивные доски, которые сегодня активно применяются в учебных процессах. Современное оборудование, учебники, которые сегодня должны быть на уровне. И я думаю, что в ближайших пять лет Министерство образования выпустит такие учебники, которые будут удовлетворять сегодня и детей, и родителей, и учителей. Початок научного года сегодня урочисто означали и высшие научные установы. Першокурсниками Гомельского государственного медицинского университета сегодня стали 550 человек. Под час уступной кампании 2016 абитуриенты показали добрый уровень ведов. Самый высокий балл при поступлении – 365. Середний проходный балл. Склав коляд 300. Переважная большаясть першокурсников будет научаться на лечебном факультете. 100 человек приняты на медико-диагностичный. Удел в урочистостях с нагоды початку нового научного года принял министр аховы здоровья Республики Беларусь Василь Жарко. И он пожадал студентам поспехов в учебе и выказал надею, что усеяны станут высокопрофессийными специалистами. Все выпускники школ показали хороший уровень подготовки. И баллы, если брать по БГМУ, по нашему головному медицинскому университету белорусскому, так 330, 350, 360, в зависимости от факультета. В региональных вузах то же самое, выше 300 баллов. Это говорит о том, что высокий уровень подготовки. Мы выполнили все прогнозы, показатели доведенные и по целевому набору. И по целевому набору тоже был конкурс «Два человека на место». То есть шла в зависимости от специальности. Я чувствую, конечно же, беспокойство, потому что это серьезный шаг в будущее. От этого зависит то, как я реализую себя со стороны профессии. И могу сказать точно то, что медик – это профессия всей моей жизни. Таким часом студентскую семью Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны попомнили больше за тысячу першокурсников. Специальным гостем линейки стала магистрантка ВНУ, серебряный призер Олимпиады Урея-де-Жанейра Марея Мамашук. Перед початком мероприемства прием у ректора университета. Марея пришла разом со своим тренером Сергеем Смалем. Да, речь так само серебряным призером олимпийских гульняв и выпускником ГДУ. Переемность поколения у деяния. У Музея спортивной славы Гомельской области фото славутых наставника и в ученице так само побач. Подчас подрихтовки до гульня у Бразилии Марея находилась в академичном отпочинку. Зараз мая намер вернуться до навучания и приступить до написания диссертации. С тематикой працы уже вызначилась, а подрихтовка профессийных борцов. И тут да поможа уласный опыт. Я думаю, это много поможет мне, потому что мне будут какие-то моменты, какие-то вопросы, и будет легче перенести их, потому что проанализировал свою подготовку. По выниках селетней уступной кампании у ГДУ выканали план приема абитуриентов. На бюджетную форму научания залечено 600 человек, на платную 450. Жадаючих учиться в ВНУ было куда больше. Например, на правознавство конкурс перевышал 20 человек на месяце. На специальность финансы и кредит больше за 6. Гэта научальный год будет не простым для супрацовников университета. Напереде двойный выпуск. Наступным летом диплома в высшейшей адукации отримают студенты, які научались по 5-гадовой и 4-гадовой программах. А гэта больше за 3 тысячи человек. 2 тысячи из них научаются на бюджетной форме. А им треба будет найти первое место працы. Университет готов к этой работе. И мы уверены, что все выпускники университета найдут достойное применение своим знаниям. Першокусники о первом месте працы, напевно, еще не думают. Напереде у них як минимум 4 года студентства. А гэта новые веды и шмат новых сябров. Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадиокампания «Гомель». Протягиваем выпуск. До проведения выборов депутатов Палаты Простовников сегодня рыхтуются не только члены комиссии. 11 вересня на участках будет организованный гандаль разностайной продукции, отбудутся концерты самодейных и профессийных артистов, а так само бесплатная консультация юристов. Кто и як планует провести день выборов, доведались наши корреспонденты. У Гомельской областной нотариальной конторы гэта и апрационные дни ничим не адрозниваются о достатнях. Что год до нотариуса региона приходит каля 500 тысяч человек, и усім необходимо оказать квалификованную допомогу. У гэтым месяцы дарыши с работы белорусских юристов знайомялась специальная комиссия Международного союза нотариусов. Зробленный вывод наш нотариат, отпавядаясь усветным потребованиям. 11 вересня специалисты областной конторы будут спрацовать на выборчих участках. Перш за все, у буйных городах. Усе консультации бесплатные. Нотариус, учитывая, что все-таки он юрист высокой квалификации, может и дать направление человеку, как действовать. То есть он конкретно отвечает по данной ситуации, если это касается нотариата. Если же это касается нарушения каких-то других прав, он определяет и говорит, что этим вопросом должен быть вот такой-то. Записывает, если необходимость есть. И если эта проблема не разрешенная, то чаще всего они делают потом докладную записочку, передают местным органам для того, чтобы они посмотрели, что дальше делать. До дня выборов сегодня рыхтуется и установы гандлю. На тех участках у сельских населенных пунктах, где нема места, продаж организуют с допомогой аутолавок. У остальных будут прасовать буфеты, а гульная колька, с яких перевысить 800. А проща продуктов харчования, выборщикам пропонуют промысловые товары и сувенирную продукцию. Плюс организация дегустации, проведение акций и конкурсов. При этом уголовном управлении гандлю по слуху всем организациям пора или зарабить помер надбавки минимальным. Мы рекомендовали всем субъектам хозяйственникам, которые участвуют в организации торговой обслуживания, применять пониженный уровень торговой надбавки и наценки на продукцию общественного питания. Практически это будут сегодня минимальные значения, которые, будем так говорить, в абсолюте не покрывают даже тех затрат, которые необходимы для осуществления торгово-обслуживания участков для голосования. Но это социальная нагрузка торговли в данном мероприятии. До выступлению на выборших участках активно рыхтуются и артисты, як самодейные, так и профессийные. У Гомельской областной филармонии на импровизованные сцены планует выйти эстрадно-симфоничный оркестр и камерный хор под керавництвом заслуженного деячего культуры Беларуси Алены Соколовой. Это, правда, знакомитые коллективы, которые только за прошлый год примали удел в таких мероприемствах, как Дни Гомельской области в Калининграде, хоровое вечер в Минску и пасхальный фестиваль в Рогачеве. Уличывающие количество уделников, выступать они смогут на больш-менш великих плясовках, одна из которых находится в областном громадском культурном центре. Правда, остальные участки безкультурной программы так само не застанутся. Абсолютно каждый участок будет сопровождаться культурной программой. На сегодняшний день наши коллективы самодеятельные, любительские, профессиональные, все уже готовят свои новые программы. И каждый житель, каждый избиратель, свой почтовый ящик традиционно получит небольшую такую листочку, где будет прописано, какой коллектив они смогут услышать на своем избирательном участке. Олеся Нцюрова, Ольга Коновалова, Йоген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель». Сегодня на телеканале «Беларусь-3» распочинается трансляция передвыборных дебатов кандидату у депутаты платы проставников Национального схода Республики Беларусь шостого скликанья. У 19.00 годин стартуют дебаты поміж претендентами на месо в парламенте по Гомельской центральной выборчай окрузе номер 33. С 19.20 до 19.35 дискуссию будут вести кандидаты по Гомельской советской выборчай окрузе номер 34. А у 19.35 удельниками дебатов станут кандидаты по Гомельской промысловой окрузе номер 35. Гэты иншы новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomel.by На гэтым выпуск завершены. У студии працывав Явген Паблавец. Усяго доброго и до встречи у эферы.